Столица российского Приволжья встречала мировых ВИПов на уровне. Город готовился. Яркими красками расцвел даже Нижегородский Кремль. А праздник перешел на действительно высокий уровень. В эти дни Нижний Новгород стал центром большой политики, о которой только и говорили. Даже местные окунулись в повестку с головой. Самое главное, конечно, это наконец-то мир установить на Украину. Это мое мнение, конечно, может быть там у высоких политиков другое. Своим мнением по основным мировым вопросам поделились и политики. На СМИД БРИКС, куда приехали страны мирового большинства, обсуждали ситуацию на Украине, в Палестине, терроризму, санкции, энергетическую безопасность и другие темы глобальной повестки. В БРИКС входят 10 стран. В прошлом году организация расширилась. К Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР присоединились ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Еще больше стран, от двух до трех десятков, в той или иной мере проявляет заинтересованность в сотрудничестве с организацией. Спрос на БРИКС сегодня так велик, что на последнем саммите в ЮАР решили разработать даже отдельную категорию для тех, кто стремится попасть в сообщество. Это страны-партнеры, среди которых и Беларусь. Буквально на глазах БРИКС становится новым полюсом геополитического притяжения, влияние и привлекательность которого стремительно растет. Это подтверждает и количество делегаций, которые приехали в Нижний Новгород на встречу глав МИДБРИКС. Нашу возглавлял Сергей Олейник. Во многом дело в подходах и принципах устройства организации. На планете просто устали от постоянного давления Америки и ее союзников. На смену привычным инструментам однополярного мира БРИКС предлагает диалог и кооперацию. БРИКС — это выражение нового международного порядка. Это выражение будущего, чтобы иметь функциональный, демократический, инклюзивный, многосторонний международный порядок. К сожалению, мы находимся в центре ужасной международной ситуации с растущими угрозами и распространением. Конфликтов и войн. Право на развитие стран Юга всегда находится под ужасным давлением. В основном со стороны Бреттон-Вудских институтов. С начала 60-х Куба под санкциями США. Генассамблея ООН уже 30 раз призывала Вашингтон отменить эмбарго. Но Штаты не собираются снижать уровень финансового давления. В целом, американскими санкциями поражены больше десятка стран. На этом фоне в БРИКС работают над увеличением взаиморасчетов в нацвалютах и созданием общих платежных инструментов. Это позволит снизить пагубную зависимость от доллара. Последствия, которые могут появиться в результате этих процессов, которые уже идут. Первое. Инфляция в Соединенных Штатах может разыграться. Потому что, когда вы отказываетесь, большое количество свободных денег появляется. Будет превалировать отрицательный тренд на Нью-Йоркской фондовой бирже. То есть стоимость компании будет и акции будет, соответственно, падать. Ну, соответственно, меняется геополитический расклад. Уже никто не скрывает, что международная торговля и финансовая система стали оружием и средством наказания несогласных, скажет Сергей Олейник на расширенном заседании. Но БРИКС имеет все шансы стать новой экономической силой. Наша страна готова присоединиться к этому процессу. Нам необходимо объединить наши усилия против фрагментации международной торговой системы, против усиления протекционизма и введения незаконных, односторонних, принудительных мер. Мы поддерживаем идею расширения использования национальных валют. Также полностью разделяем цели нового банка развития БРИКС, мобилизацию ресурсов для реализации инфраструктурных проектов и для устойчивого развития. Беларуси есть, что предложить БРИКС. Мы готовы сотрудничать в разных сферах, от сельского хозяйства до высоких технологий. Это видят и понимают, а потому с нами пытаются остановить контакты. Сигналы приходят с разных континентов и частей света. Это особенно видно на БРИКС. Вот наш министр иностранных дел встречается с коллегой из Саудовской Аравии. С принцем Фисалом в основном общались за закрытыми дверями. Но это и понятно. Сегодня многое в политике требует тишины. А это уже встреча с главой МИД Турции. Крепкие рукопожатия и дружеский тон. Это не дань дипломатии, а реальный показатель уровня взаимодействия. Впрочем, у Минской и Анкары давние и стабильные отношения. По-новому посмотреть на Беларусь. Готова Эфиопия. Эта африканская страна вошла в БРИКС в прошлом году. Основа местной экономики – сельское хозяйство, доходы от которого формируют 40% ВВП. Эфиопия – один из крупнейших поставщиков кофе. Площадь плантации превышает 525 тысяч гектаров. На этих землях могут пригодиться белорусские тракторы и другая техника. Мы хотим и дальше развивать наше сотрудничество, особенно в сфере торговли и бизнеса и сельскохозяйственном секторе. Потому что тракторы, которые были закуплены в Беларуси еще несколько лет назад, действительно оказались очень полезны для эфиопского сельского хозяйства. И, конечно, существует огромный потенциал для торговых и инвестиционных отношений с Беларусью. Но кроме экономики, сегодня перед мировыми игроками стоят и проблемы безопасности. Система сдержек и противовесов, установленная после Второй мировой, уже не работает. Это очевидно на примерах Израиля, палестинского и украинского конфликтов, которые на СМИ обсуждали отдельно. Чтобы погасить очаги нестабильности, уже недостаточно сесть за стол переговоров. Важно устранить первоисточник пожара, чтобы погасить его раз и навсегда. Надо вернуть украинский режим в правовое поле. В правовое поле, в котором живут все другие ответственные и порядочные члены мирового сообщества. Осознание того, что просто так оставить эту ситуацию и сесть за стол переговоров, как ни в чем не бывало, это неправильно. Общими усилиями страны БРИКС помогут обновить европейскую систему безопасности, что вернет нас к балансу и равновесию. Беларусь готова содействовать этому, в том числе, что касается разрешения украинского конфликта. Почему сейчас так много государств стремится присоединиться к этому клубу, такому незападному, незападных лидеров? Мы подали заявку на вступление в БРИКС в прошлом году, подали ее осознанно, потому что, еще раз повторюсь, мы исходим из того, что это объединение стран-единомышленников, и цели установки этого объединения, они полностью совпадают с нашим видением необходимости формирования более справедливого миропорядка. И, конечно, тема нашего вступления, она находится на рассмотрении, так же, как и порядка 30 стран, которые одновременно с нами подали подобные заявки. Эта тема, уверен, получит продолжение. БРИКС — это не антизапад. Объединение в целом выступает против блокового мышления. Целеная — прийти к многополярности и равноправию. Да, действительно, это непросто, тем более, когда Запад не оставляет попытки давления. Но другого пути уже нет. Ольга Коршин, Илья Ванюков, Нижний Новгород, Россия. Неделя.